В Славинском районе особое внимание уделяется улучшению условий питания учащихся. Благодаря государственной программе развития образования обеспечивается финансирование работ по модернизации школьных пищеблоков. Наша съемочная группа побывала в образовательных учреждениях Анастасиевского сельского поселения. Более подробно об этом в нашем репортаже. Инфраструктура питания в школах должна отвечать современным требованиям. А для этого всерьез переоборудуются школьные пищеблоки, которые проработали десятки лет. В 28-й Анастасиевской школе после реконструкции была полностью изменена планировка пищеблока с тем, чтобы обеспечить значительное улучшение качества питания. Изменения только позитивные. Начальная школа питается 100% все учащиеся, но также увеличен охват питанием и 5-11 классов. В этом году в школьной столовой у нас приобретена новая мебель, дизайн полностью поменяли в школе. В прошлом году, конечно, закончили капитальный ремонт, получили новое оборудование, благодаря которому, конечно, мы улучшили вкусовые качества многих блюд. И вот сейчас дети, мы видим, что едят с удовольствием. Конечно же, меню тоже обновлено. В него входят много салатов из свежих овощей, которые дети с удовольствием тоже кушают. Ну, создаются все условия. Так что было приятно просто зайти, приятно посидеть, покушать. И совсем не случайно многие говорят, что это школьное столовое напоминает красивое, уютное кафе. Отличное оборудование позволяет готовить вкусные блюда. Сейчас у нас все цеха соответствуют нормам Санпина, то есть так, как положено. И все в рабочем состоянии, то есть все продукты получаем. У нас дети получают горячее только-только, вот вы видели, да, с печки снимается кастрюля, и сразу ребята получают питание. То есть оно нигде у нас не транспортируется, сразу с пылу, с жару и на столе. Меню разнообразное. Учащиеся с удовольствием приходят в свою столовую, чтобы хорошо подкрепиться. Настроение у них приподнятое. Столовая – это любимое место как и учителей, так и учеников. Здесь можно просто отдохнуть в таком небольшом перерыве от уроков, набраться сил на дальнейшие уроки. На самом деле ремонт очень нравится, очень красиво, и сюда приятно приходить. Питание, конечно же, очень вкусное. Повара достаточно дружелюбно к нам относятся. После проведения ремонта школьная столовая стала очень уютной, просторной. Очень приятно здесь находиться, очень-очень вкусно кормят. Все ученики нашей школы ходят с удовольствием сюда. Горячее питание в школе должно быть сбалансировано. Здоровое питание – это ежедневный рацион, который должен полностью покрыть потребности ребенка в энергии и обеспечить его физическое и интеллектуальное развитие. Это прекрасно понимают в образовательных организациях и стараются добиться повышения качества питания. Директор 25-й Анастасиевской школы Татьяна Захарченкова с удовлетворением замечает, что учащихся, которые выбирают школьное питание, стало больше. Само оборудование столовой действительно современное. Посуду мы постоянно меняем, розеточки, тарелочки, стаканы, чтобы все было эстетично. Смотрим не только за эстетичностью, но и, конечно, за качеством. Качество приготовляемой продукции очень хорошее. Даже вот когда готовят рыбу, обычно раньше было рыбу, если готовят, то слышно. А сейчас прямо хочется эту рыбу попробовать, очень вкусно. У нас очень хороший повар, хорошая заведующая, дети довольны всем. Ну и стараемся, чтобы дети к культуре приучались. У нас есть плакатики, как вести себя за столом, руки мыть, не разговаривать. Ну, вы сами видели, что на перемене тихо, дети кушают с удовольствием. Здесь просторная, светлая столовая, новая мебель, современная, раздаточная. Атмосфера самая располагающая. Дежурные по столовой помогают накрывать на столы. И ребята, придя сюда на перемене, охотно кушают. Здесь очень современная столовая, мне здесь очень все нравится, здесь вкусно готовят. Я очень здесь люблю толчонку, гречку, салатики, куриную котлету. Мне очень нравится наша столовая. Здесь чисто, уютно и очень красиво. Мои любимые блюда в столовой – это котлеты, салаты и омлет. Я всегда со своими подружками жду перемену после второго урока, чтобы пойти покушать. 21-я школа, расположенная в хуторе Ханьков, также в плане обеспечения питания учеников на достойном уровне. Школа успешно вошла в краевую программу по модернизации пищеблока, что очень ей помогло измениться к лучшему. У нас было переоборудованное помещение, модернизированное помещение. Мы получили новое оборудование. И детям, и нам, и педагогическому коллективу радость была неимоверной. Мы очень рады. Вкусно готовят на хорошей посудине. Здесь в столовой все для детей. Разнообразное меню, блюда вкусные, как дома. Строго соблюдаются санитарно-гигиенические требования. И ученики это высоко оценивают. Мне нравится наша столовая, потому что здесь стало уютно, удобно. Появились новые раковины, сушилки, фонтанчики питьевые. А самое главное для меня, что тетя Ира очень вкусно готовит. У ребят есть возможность получить в школе качественный и полезный обед. И еще очень важно, конечно, само отношение сотрудников столовой к работе. Они стараются не просто накормить учащихся, но и приучить их к культуре потребления пищи. А в этом важную роль играют вкусовые качества приготовленной еды и ее внешний вид. Всего в 2023 году на капитальный ремонт и переоснащение пищевых блоков общеобразовательных организаций в нашем муниципалитете было выделено 44 миллиона 200 тысяч рублей. Из них свыше 38 миллионов из краевого бюджета. Кроме 21-й школы преобразился и пищеблок в 10-й школе из поселка Голубая Нива. Сделан капитальный ремонт и в 19-й Коржевской школе. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».